Конечно, связь в российских войсках имеет значительно более чем 100-летнюю историю, но именно 20 октября 1919 года приказом Революционного военного совета РСВСР было образовано Управление связи Красной Армии во главе с Начальником связи, а также Управление связи фронтов и армий, отделы связи в дивизиях и бригадах. В обязанности военных связистов входят развертывание систем связи и обеспечение управления войсками. На них также возлагаются задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления. Подразделения связи существуют во всех видах войск российских вооруженных сил. Войскам связи сегодня 100. Это официальные 100 лет. Конечно, связь и связи родились гораздо раньше. Вместе с вооруженными силами государство и с потребностью управлять войсками и оружием. А это уже совершенно другая история, которая насчитывает несколько веков. За это время войска связи сделали гигантский рывок вперед. Костры, голуби, флаги, лошади, телеграфные столбы остались в далеком прошлом. А сегодня все это дело превратилось в невиданное еще три десятка лет назад мощнейший по своему функционалу телекоммуникационный комплекс. В день юбилея наиболее отличившимся военнослужащим 38-й бригады ВДВ вручили награды от министра обороны, командования воздушно-десантных войск, командования части, а кто-то получил очередные воинские звания. Поздравило связистов, десантников и руководство городского округа Щелково. Ваше подразделение исправно стоит на страже интересов Родины. Сегодня в сфере ответственности бригады находится крайне значимый спектр обязанностей. От налаживания связи в военно-полевых условиях до координации высадки воздушно-десантных войск и навигации авиационной техники. На вас лежит действительно важная миссия, требующая досконального знания своего дела, исключительного профессионализма и невероятной оперативности. После торжественного митинга прошли показательные выступления военнослужащих роты охраны бригады, инструкторов со служебными собаками, которые продемонстрировали полученные навыки по общему и специальному курсам дрессировки, творческих коллективов с художественными номерами, но, пожалуй, самым ярким зрелищем стала инсценировка ликвидации группы вооруженных террористов. А по окончании официальной части мероприятия гости праздника могли познакомиться с образцами техники и вооружения десантников-связистов и даже пострелять из ручного пулемета. Как сказал в своем поздравлении всем, кто причастен к войскам связи министр обороны Сергей Швейгу, на протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма, самоотверженности и преданности Родине. Сергей Дадыко, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.